Приветствую вас, Хосмик. В первую очередь хотел бы спросить у вас, кому к ним у вас, значит, есть изменение отношения. То есть вы говорите, что это влияет на мое отношение к ним, кому к ним. Дальше. Ситуация, на самом деле, двоякая. С одной стороны, вы не описали ни одного явного проявления измены мужу. То есть та закономерность, которую вы видите, она может ничего и не знать. И о вашем страхе, подозрении, приводности по поводу того, что муж вам изменяет, может быть вполне связанным с тем, что вы боитесь его потерять, что вы не уверены, например, в себе, что вы понимаетесь в себе, что вы чувствуете заниженную самооценку, да, обладаете заниженной самооценкой, ревнуете своего мужа к женщине, к женщинам вообще и к женщине в частности. Вот. Ревность, в свою очередь, это следствует тоже определенных трудностей, вот. Как-то сравнивание себя, например, негативного опыта измены в прошлом, наличие измен в семье, вот. Ну а глобально это влияние, значит, возможной измены на то, как вы воспринимаете сам-самый себя, на то, как вы себя ощущаете, на то, как вы к себе относитесь и так далее. А в этом случае вам нужно работать с уверенностью в себе, и в этом случае вам нужно работать с вашими страхами. И в этом случае вам необходимо понять, что, говоря мужу о том, что вас в данном случае волнует, да, но в форме такой, в форме претензий, в форме обвинений, в форме подозрений, вы обесцениваете себя в его глазах раз, поселяете у него мысль об измене два, и, в общем-то, отправляете, скажем так, ваши отношения. Это три. С другой стороны, может быть и так, что ваш муж действительно, если не изменяет, то, по крайней мере, старается дополучить на стороне, что-то ему не хватает с вами. Такое может быть. Здесь не обязательно дело касается секса. Дело касается может эмоций, которые человек испытывает, например, с вами, или, например, с другой девушкой. И здесь важно сделать анализ. Понимаете, вы не просто так, условно говоря, подозреваете своего мужа в измене. В том смысле, не просто так, в том смысле, что либо вы сомневаетесь в том, что он вас любит. И здесь есть некие основания. Скорее всего, основания вполне реальные. Либо вы чувствуете, что ему чего-то не хватает. Короче говоря, существует некое рациональное зверно в вашем подозрении. Но к измене оно, это самое рациональное зверно, отношения может и не иметь совершенно. Только если существует связь между возможной изменой вашего мужа и тем, как вы будете, например, воспринимать себя, как вы будете относиться к себе, то в таком случае значимость этой истории для вас будет несколько чрезмерная. Что скажется на поведении в том числе. То есть поведение также будет чрезмерным. К сожалению. Вот вам и векторы, в которых вам необходимо двигаться для того, чтобы ситуацию исправить. В первую очередь вы, конечно же, разбираетесь в себе, отделяете свои проблемы, свои личные проблемы от тех проблем, которые существуют у вас в отношениях. А после вы корректируете отношения. Что это можно сделать в процессе психотерапии. По поводу того, как поступить правильно, да, дайте совет, как мне поступить. Спрашивайте, пишите вы, совет психолог не дает, советов психологи не дают. Мы не занимаемся советами, мы помогаем разобраться в себе, поэтому здесь, я боюсь, вы не совсем по адресу обратились. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, я надеюсь, что выход из положения вы найдете. Продолжение следует. Продолжение следует...